Работа по освещению улиц сейчас ограничивается лишь сменой фонарных ламп вдоль проспектов столицы. Понятно, что этого недостаточно для всего города. Между тем, по статистике, 60% преступлений совершается именно в ночное время, а в этом году их стало на 30% больше. В 2011 году планируется установить еще 4000 фонарей, но и этого не хватит для освещения темных юрточных поселков. Поэтому мы информировали подведомственные организации о необходимости освещения этих точек. Они же дают ответ, что эти места не относятся к их компетенции. В таких условиях работать весьма затруднительно. Во время предвыборных акций или на средства международных организаций в городе появляется немало уличных фонарей и иллюминаций. Получается так, что они не имеют отношения к какой-либо энергетической организации, то есть не имеют конкретных источников питания. Неясны их инженерные решения. Отдел городского общественного хозяйства Ланбатора комментирует это тем, что при установке их никто не уведомляет о проводимых работах, не предоставляет конкретных чертежей и проектов. К примеру, на улице Намянжу установлены четыре фонаря. Непонятно откуда получаешь их энергию. Они установлены на средства правительства Кореи. Также вдоль трассы Нарангин стоят неработающие фонари, установленные на средства помощи Японии. И таких примеров к Ланбатору множество. Поэтому в следующем году нами будет образована рабочая группа для установления источников энергии и ведомств, отвечающих за их работу. В этом году проделано немало работ по прокладке дорог и обустройству города. Однако подрядчики зачастую оставляли нерешенным вопрос электрических коммуникаций. Некоторые участки дорог вообще не освещаются. И только теперь принято решение о том, чтобы при сдаче в эксплуатацию тех или иных объектов газконтроль в обязательном порядке проводил проверку на наличие освещения. А для улучшения внешнего вида столицы отныне будут сниматься баннеры, плакаты и реклама организаций без подсветки. Для подсветки рекламных конструкций некоторые организации предложили использовать солнечные батареи. Мэрия поддержала эту инициативу. Главный менеджер столицы тоже включен в эту работу. Торгово-промышленная палата намерена поддержать по чиновластей по освещению города. В следующем году будет объявлен конкурс среди организаций и компаний на лучшее решение освещения.